привет привет мои друзья мы уже на море мы уже на пляже мы выбрались поздно конечно потому что мы приехали в обед пока поселились пока отдохнули пока сходили в магазин за некоторыми продуктами за водичкой вот ничего до пляжа мы дошли с доченькой и хочу вам показать немножко пляжа мы в этом году снова пришли на тот же пляж что и в прошлом году мы его брали это пляж с белыми зонтиками вот он имеет свой пирс сейчас покажу немножко вам море вода очень чистая 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 лазурная лазурная она даже имеет несколько оттенков как бы несколько линий вот вы видите тоже даже вообще не было уж такой сезон не знаю прошлом году мы были в августе а сейчас июнь вот это наш пляж немножко покажу вам его вот это вот белый пляж с белыми бежаками и зонтиками водичка чистая прозрачная теплая в меру теплая мне почему-то она показалась не такой теплой может от того что я здоровье уставшая и как-то не не самом лучшем состоянии не знаю куда как будто что-то не так может быть заболеваю вот не хотела этого говорить но точка скупалась просто по-быстрому теплая но потом чувствуется холодное течение вероятнее всего так оно и должно быть потому что мы в июне мы были в июне только на другом курорте на другом городе с поторно это тоже лигурийское побережье но там кстати вода была еще холоднее там каменистое дно там просто как каменистое даже не галичное там просто идешь по каменюкам по пляжу и спускаешься в воду по каменюками плаваешь по каменюкам но это был ужас это был какой-то ужас это невозможно было терпеть и мы больше туда решили не ездить санре мы же мы второй раз мы прошлом году туда дыхали на этом же пляже вот он нам очень нравится но в августе конечно же вода теплее ой сейчас ветер так дует он прекрасный конечно он с моря и он обдувает потому что в милане очень дикая жара мы сегодня просто скажем так сбежали от 40 градусной жары потому что ну вся неделя это 35 36 37 и что удивительно вечерами ночью она такая же то есть это удивительно что ночью она не падает совершенно то есть я просыпалась сегодня ночью и просто среди ночи смотрела температуру это было 34 градуса вы можете представить что это такое то есть днем 35 36 и ночью 34 то есть это невероятно то есть она не падает до 23 например из дышать нечем совершенно нечем как будто вот-вот сгорел весь кислород в воздухе вот и поэтому а и да и в милане сегодня именно как раз четверг 27 июня вообще пик передают передавали и там 40 41 градусы мы сбежали мы слава богу просто так совпало что мы именно в это в это пекло сбежали мы сегодня рано утром в 9 утра у нас был поезд мы сели в поиск там и уехали мы приехали в час дня с анрема вот столько в пути он едет да это не не маленький путь вот и вот сейчас и мы где-то в пять пришли на кляш там и поздно выбирались мы долго выбирались мы мы были уставшие с поезда мы хотели немножко отдохнуть вот и скажем и в душ сходить и потом в магазин сходить чтобы купить тоже воды потому что магазины здесь очень рано закрываются супермаркеты продуктовые а еще фруктиков по дороге мы на маленьком мини рынке купили это все мы заносили домой а вот и мы понимали что когда мы будем после пляжа идти то магазинчики будут уже закрыты мы останемся вообще без ужина без воды вот поэтому мы так решили немножко побыть на пляже но этого нам хватит для первого вечера завтра мы намерены сюда прийти рано утром пляж открывается поздновато если честно то есть для нас это не как-то непривычно потому что ну мы хотели бы с 8 утра здесь быть если можно было бы даже из 7 как это найти в украине принято прибежать даже в 6 утра ну то есть и как бы люди стараются пораньше прибежать на пляж и получите солнце нормального еще не палящего не не агрессивного солнца до 11 и уйти то обитали это совершенно не так мы только что разговаривали с сотрудником этого пляжа это снова тот же алексей прошлом году он здесь тоже был он работает здесь на пляже и он нас узнал и даже первый подошел к нам и заговорил вот мы с доченькой стояли там в воде немножко ножки себе грели вот а он подошел к нам поздоровался и знаете так приятно было как со старым знакомым встретились и он говорит что он тоже уже ему было понимаем начале ему было это непривычно теперь он же привык такому раскладу жизни итальянцев что итальянцы приходят с утра когда выспятся это не обязательно с 9 утра не могут прийти в 10 там в 11 потом они тут находятся весь день на пляже они жарятся здесь в обед с маленькими детьми что удивляет алексея даже после он говорит меня удивляет что они даже с маленькими грудными детьми не уходит солнце пек вот этот победенное пекло они не уходят из пляжа они здесь находятся на пляже весь день до вечера им хватает по пляжица до пяти вечера и они уходят вот они пришли там в 10 и целый день тут на пляже находится в обед едят свою посту берут ее с собой вот и уходят где-то там уже после пяти вечера мы же только пришли в пять вечера до пляж работает до семи вот он с 9 утра и до 7 вечера немного неудачно как для нас как для славянских народов то есть мы привыкли раньше приходить на пляж и дольше оставаться на пляже с тем с тем смыслом чтобы в обед уходить то есть конечно мы мы бы предпочитали бы перейти рано утром в 11 уйти то есть в эту жару в эту сиесту вот уйти в свой номер там отдохнуть от жары и после обеда после 3 а даже может быть в четырем часам снова прийти на пляже быть тут буквально до восьми даже можно и до пол девятого было бы но пляж закрывается всем тут до восьми уже не побудешь вот такой вот у них график ничего будем подстраиваться вот немножко вам рассказала посмотрите вот панораму я немножко даже пройдусь немножко пройдусь и покажу вам за пирсом я будет лучше видно дальше идут там пляжи бесплатный вот этот еще белый пляж это еще платный почему потому что здесь песочный пляж песочный а дальше вот туда вперед это мы оттуда же и шли вот откуда мы шли вот оттуда там город там наш находится вот такие скажем галечно-каменистые пляжи они бесплатные вот они бесплатные по камням воду очень-очень комфортно очень неудачно там нету зонтиков есть пряжи где вообще бесплатные без всяких зонтиков и без лежаков люди скажем так просто приходят со своими полотенцами лежат на камнях расстилаются просто на камнях лежат загорают заходят в воду по камням ну я не могу 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 упасть могу споткнуться поэтому мы не рискуем с доченькой показываю вам береговую линию и как домики стоят вон там дальше даже на горе видите дальше про разделается сан рэму вот так вот выглядит море и сам город я немножко поверну и в эту сторону но будет яркое сейчас солнце нам в глаза вот а дальше города не видно потому что пляж все закрыл но с другой точки можно будет его посмотреть это пирс на пирсе кстати тоже есть лежаки так что друзья мои пока пока до новых встреч